Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис и это история с моего детства. Когда мне было лет 7, я очень сильно любил играть в GTA San Andreas. Я мог целыми днями в неё проиграть. Мне эта игра очень сильно нравилась до одного момента. Я помню это как будто это было вчера, это была среда. Случилось так, что я остался один дома, на улице уже было темно. Я как всегда играл в GTA. На листочке у меня было записано много чит-котов, которые я не очень часто использовал. И однажды я решил ввести все коды и посмотреть, что же с этого получится. На это у меня ушло полчаса. Когда я ввёл последний код, то из игры вышло. На экране была ошибка. Для меня это было необычным, потому что мой компьютер был мощным и ошибок там просто не могло быть. Я хотел перезайти в игру, но около ярлыка с игрой появился ещё один. Он назывался Grand Rip Auto. Значок был ужасен. К счастью, я был любопытным малым, и из двух игр я выбрал новую. Сразу же запустилось начало игры. Всё было очень странным. На фоне играла страшная музыка, а картинка была очень сильно придвинута. И всё было чёрно-белое. В мувике показывался лес, как будто что-то там должно было произойти. Что это было, я не знал, никаких надписей не было. Сюжет начался с того, что стоял ведущий новостей и рассказывал о том, что из тюрьмы сбежал какой-то опасный преступник. Мне не особо было интересно смотреть этот ролик, поэтому я его пропустил. Я уже хотел поскорее играть. Дальше была показана какая-то девушка. Она разговаривала со своим отцом. Она говорила как-то очень странно. Фоновый звук вообще не совпадал с её ртом. Это были какие-то нечеловеческие слова или даже звуки. Тогда я этого не понимал, и мне было просто интересно. Её отец говорил так же странно. Холод, стыд и прыжки от приезжающих машин. После был чёрный экран, а на фоне ужасный звук. И показано, как едет машина. И как оказалось позже, это был главный герой, за которого я якобы должен управлять. Он ехал очень долго, и всё было без звука. Через секунду было показано, как машину садится та самая девушка. И они продолжают куда-то ехать. И снова долгая заставка без звука, как они едут. После были какие-то маленькие помехи, которые я не очень помню. Но точно помню, что после помех было показано, как машина приезжает в лес. Девушка пристально смотрела на какие-то дома. Я догадывался, что они хотят сделать там привал. У меня появился выбор, остаться там или нет. Я выбрал остаться там и переночевать. Главные герои заехали туда. Камера очень сильно тряслась. После парень куда-то ушёл, оставив девушку одну. А сам уехал. И тут мне уже дали поуправлять девушкой. Я подошёл к тем домикам и пытался осмотреть территорию. Через фотоаппарат я заметил какой-то грузовик, который стоял на вершине горы. Вдруг в наушниках остался громкий звук. И экран потемнел. После было показано, как парень приезжает на заправку. И подъезжает этот же грузовик. Из него видно, что за парнем слетят. Вдруг резкий скачок в кадрах. Уже показано, как у главного героя сломана машина. И идёт очень сильный дождь. Он сидел в машине и ждал, когда кто-то сможет ему помочь. И вдруг на трассе появился этот грузовик, который на всей скорости мчится в машину с главным героем. И снова громкий звук. Это был мой причём. Я просто убежал и спрятался под одеялом, в надежде, что скоро придут мои родители. С тех пор со мной творится что-то ненормальное. Мне постоянно кажется, что за мной следят. И порой я вижу одинаковые грузовики, которые едут со мной. А самое страшное то, что на днях я узнал, что в ту среду 2007 года в лесу недалеко от меня произошло жёсткое убийство. Семейной пары. И всё совпало с теми самыми событиями, которые были в игре. Как будто я управлял тем из людьми. На этом всё. С тобой был Сергеонис, поставила к тебе эту всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И если мы на этом видео наберём много лайков, то я найду ещё такие запретные игры. Или же они сами меня найдут. Также подпишись на канал, чтобы быть моей супрем-банде. Ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А вот и комменты из-под прошлого видео. Господи, посмотри, какие же они шикарные. Ты тоже можешь повезти в следующем видео. Всего-то, что тебе стоит, это нажать на лайк и колокольчик и оставить комментарий. Ведь я проверю, или ты нажал на лайк и колокольчик. Это обязательно. Если под твоим комментом не будет никаких комментов, то ты уже в следующем видео. На этом всё. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok